Убийца столичных воров из регионов сразу вспоминается о случае, как после убийства в Москве вора в законе Валерия Длугача, Глобус, был убит и Владислав Ваннер, Бабон, его правая рука. Это было сделано для того, чтобы Бабон не стал мстить, так как все воровское сообщество столицы ждало от Ваннера ответных действий. Эти убийства совершил киллер Александр Солоник в году Сильвестру и Курганской ОПК. В дальнейшем будут убиты и другие лидеры Бауманской ОПК. Вообще Курганцы довольно уникальная группировка, которая убивала уголовных авторитетов, долгое время оставаясь в тени. Своё кровавое ремесло не принесли в столицу из родного Кургана, где также расправились с несколькими законниками. Когда след мог привести к ним, они ликвидировали и соратников убитых и меворов. В дальнейшем лидерам группировки законники вынесут смертный приговор и в принципе приведут его в исполнение. Всё лидеры погибнут в местах заключения, кроме Виталия Игнатова, который сумел перехитрить смерть и скрыться из страны в самый последний момент. Другой похожей бригадой, приехавшей в Москву из региона, стала банда Лобоцкого. Молодые отмороски под предводительством бывшего авторшника Владимира Лобоцкого организовали в родном Новокузнецке настоящий конвейер смерти, который растянулся практически на всю Сибирь. В 1992 году беспредельщики перебрались в Москву, так как у себя в области исчерпали свой лимит, поставив всё крупные предприятия Кузбасса под свой контроль. В Москве начался новый виток их кровавой деятельности. Убивали как воров и авторитетов, так и коммерсантов, без всяких опасений. Говорят, что Лобоцкому и его окружению, так же как и курганцам выписали смертный приговор. Но он не был приведён в полное исполнение. Лобоцкий подорвался на сделанной им же мине, а его заместитель Шкабара Бурыбин, спокойно пересидел 15-летний срок в колонии. Под прессинг воров попало только несколько рядовых членов банды.